Здесь конвейеры сходят бойлеры, управляемые через смартфон. Доехал до дачи, вода уже теплая. А в пандемию, когда многие перебрались за город, в этих цехах стали делать те же бойлеры в несколько раз больше емкости. Все для клиента филиал Ижевского завода тепловой техники, часть большого технопарка, построенного во Владимирской области. Здесь уже полностью выстроена инфраструктура. Есть подводы электричества нужной киловаттности, есть подводы воды. Мы заходим сюда и просто производим. То есть мы занимаемся непосредственно тем трудом, который мы должны делать, а не поддержкой инфраструктурных проектов. Технопарк в городе Киржач. Сегодня это 9 предприятий, которые обеспечивают работы 2500 человек. Производство конвекторов, теплоизоляционных материалов, батарей. Список участников кластера будут расширять. Для этого город хотят сделать особой экономической зоной. Это значит льготные, налоговые и таможенные условия, минимум бюрократии и упрощенная схема работы. Михаил Мишустин во время экскурсии по выставке оценил вещь, нужную в каждом доме. Даже если это белый дом. Посмотрите, какая эстетика. Красавец. Конечно, честно, захотелось в нашем белом доме заменить эти панели. Все на Wi-Fi. С любой точки мира управляется радиатор. Любая точка мира не актуальна, а вот из белого дома. А вот из белого дома тоже. Нашим премьером можно. Все материалы российские на 95-98 процентов. Это наш продукт. Кроме электроники. Михаил Мишустин заметил, что пора и ее сделать российской. На российских чипах это можно делать в Клининграде. Это можно делать у нас в Зеленограде. Еще пару мест вам расскажу на секрете. Принято отрабатывать. Просто 100 процентов надо в России делать. Ну великолепно же. Премьеру показали последние разработки для создания быстро возводимых зданий. Стены, на которых чуть ли не обои на этапе строительства уже напечатаны. Компания планирует расширяться. На 25-м экономическом форуме президент предложил реализовать программу по производственной ипотеке. Скажите, пожалуйста, как можно стать участником данной программы и когда она начнет работать? У нас промышленная ипотека, именно промышленная ипотека, как раз создана для таких кластеров, каким является ваш центр. Считаем, что до осени мы точно этот режим до конца отработаем так, где неизвестно, запустим. И ставка будет 5%. Я думаю, для нашей промышленности это будет хорошее подспорье. А это оборудование для вентиляции и климата. Центральные кондиционеры, приточно-вытяжные установки. Все, что нужно в такую жару, у нас есть благодаря импортозамещению. Сейчас, после того, как Европа нам отказала, настолько быстро удалось нам собрать покомплектующие, и мы уже второй месяц выпускаем данные машины. Объем заказов увеличился? Безумно. Безумно. Растет. Не успеваем. Все станки загружены круглосуточно. Людей не хватает. Если где-то есть свободные, мы готовы принять. Михаил Мишустин сегодня во Владимирской области. Он посетил промышленный технопарк «Эксел» в городе Киржач. Среди его резидентов крупнейшие производители климатической техники и оборудования. Они производят электрические конвекторы, систему вентиляции, центральных кондиционеров, радиатор отопления. Председатели правительства показали работу сварочного робота, который используется при производстве нагревателей. Мишустин также осмотрел выставку готовой продукции резидентов технопарка. Посмотрите датчики на российских возможных элементах электроники. На российских чипах это можно делать в Клининграде, это можно делать у нас в Зеленограде. Еще пару мест вам расскажу по секрету. Мы отрабатываем. Принято. Мы уже с Денисом Валентиновичем плацелы на гидро. Просто 100% надо в России делать. Ну великолепно же. Процент локализации сейчас 75. Обещаете? Обещаю. Я был знаком. Итак, председатель российского правительства Михаил Мишустин впервые побывал с рабочим визитом во Владимирской области. Премьер-министр посетил Киржачский технопарк «Эксел», который станет частью новой особой экономической зоны. Глава российского правительства Михаил Мишустин в Киржачском технопарке. Каждую минуту только в этом цехе производят по одному водонагревателю. За сутки тысяча вот таких баков. Причем собраны они практически полностью из российских компонентов и сырья. Сейчас процент локализации составляет 95%. К сожалению, мы еще не научились делать плату управления электрические, то, что с Китаем выводим. И небольшие компоненты электронные. Все остальное мы делаем сами. Глава кабинета министров уверен, что электроника – дело поправимое и предложил производителю нескольких вариантов. На российских чипах это можно делать в Клининграде, это можно делать у нас в Зеленограде. Еще пару мест вам подскажу по секрету. Принято. Мы уже с Денисом Валентиновичем плацелы накидали. Просто 100% надо в России делать. Ну великолепно, что... Процент локализации сейчас 75%. Обещаете? Обещаю. Я просто запомнил. В Киржачском технопарке сейчас 8 резидентов. Здесь производят теплообмельники, радиаторы, конвекторы. Запущена новая автоматизированная линия. Это многослойные панели, которые используются для строительства быстро возводимых зданий. В ближайшее время компании должно стать больше. В Киржачском районе планируется создать особую экономическую зону. Это новые рабочие места и десятки миллиардов инвестиций. Промышленный парк в городе Киржач. Пример в сфере импортозамещения. Тут производят российское климатическое и тепловое оборудование. Ежегодно 17 миллионов единиц продукции. Мишуственно показали сборочные линии, цеха штамповки и покраски. На выставке готовой продукции премьер обратил внимание на умные панельные радиаторы. Все на Wi-Fi плоские. Честно, захотелось в нашем Белом доме заменить эти панели. Причем ставим все на Wi-Fi. Правильный образ. С любой точки мира управляется радиатором. Сейчас любая точка мира не актуальна, а вот из Белого дома. Кондиционеры, обогреватели, батареи, вентиляторы. Мы давно привыкли, что большую часть этой электроники создают иностранные производители. Но после того, как основные поставщики ушли из России, отечественному бизнесу действовать пришлось максимально быстро. Эту продукцию сделали во Владимирской области. Увидев результат, Михаил Мишустин решил, что пора обновить некоторые кабинеты и коридоры здания правительства. Смотрите, какая эстетика. Красавец? Конечно. Рэдборд дизайн. Честно говоря, прям мой личный проект. Захотелось заменить... В самолете нарисовал. Честно, захотелось в нашем Белом доме заменить эти панели. Технопарк в городе Киржач, который объединил сразу нескольких производителей климатического оборудования. Работает с 2014 года. Но за последние месяцы объемы производства выросли в несколько раз. Работа в цехах практически не останавливается. Этот товар, наверное, не по погоде, поскольку на улице жарко. Тем не менее, очень востребован. Видимо, заказывают впрок. Здесь производят электрообогреватели, конечный этап сборки. Вот мы видим, продукт доукомплектовывают оставшимися элементами, а здесь уже упаковывают в коробки. Как мы знаем, летом в некоторых регионах отключают ненадолго горячую воду, и вот спасение, это водонагреватель. Конечный этап сборки, правильно? Да. Татьяна живет в Киржаче. Говорит, работа стабильная, зарплата достойная. И главное, больше нет необходимости уезжать в Москву. На территории технопарка трудятся около двух с половиной тысяч человек. Производят много, качественно и быстро. Вот только остается часть комплектующих иностранного производства. По мере возможности их заменяют на отечественные, но не везде проблему получается решить быстро. Премьер-министр, которого в поездке сопровождал глава Минпромторга Денис Мантуров, отметил, этим вопросом правительство давно озадачилось. Денис Валентинович делает матрицу, где мы можем посмотреть по всей стране, возможно, поставщиков. От руководства Владимирской области прозвучало предложение создать здесь особую экономическую зону, ведь все новые производства осваиваются на территории технопарка. И не только из сферы климатического оборудования. Предприятия, изготавливающие быстро возводимые дома из прочных и экологически чистых материалов, уже готовы поставить производство стержача на поток. А по количеству фур, которые дежурят вдоль территории, можно судить о востребованности продукции. 16 миллионов секций производим, вот такие вот дизайны. Смотрите, какая эстетика. Красавец? Конечно. Рэп-дизайн. Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал проект создания особой экономической зоны в Киржачевском районе. На этой неделе он посетил технопарк «Руссклимат-эксел». Холдинг «Руссклимат» – один из инициаторов создания особой экономической зоны во Владимирской области, вкладывается не только в развитие промышленности, стеной в благоустройство региона. Как крупный налогоплательщик, компания принимает участие в подготовке документов на получение федеральных субсидий, за счет которых ремонтируют дороги и проводят реновацию жилого фонда города Киржача. Летом будет введен в строй жилой комплекс «Гринлайт», в котором сотрудники технопарка смогут приобрести жилье на льготных условиях. В планах возведение поселка с современными модульными домами. «Мы работаем как над промышленными проектами, так и над улучшением социальной инфраструктуры нашего района, для того, чтобы к нам наши сотрудники поехали не только работать, но еще и жить». Приезд председателя правительства Михаила Мишустина дает импульс к дальнейшему развитию технопарка «Руссклимат-эксел». Здесь развивает свое производство лидеры климатической отрасли России. На площадке технопарка сейчас работают 9 предприятий. Это 2,5 тысячи человек. Ежегодно запускаются новые производственные линии. «Сейчас в работе 5 новых проектов. Та площадка, на которой мы сейчас находимся, производство сервис-центр, это инкубатор наших новых промышленных проектов. В частности, за нами новый домостроительный комбинат, производство холодильной техники, это система центрального кондиционирования, чиллера, это производство внутрипольных конвекторов и многих других продуктов климатической индустрии». Многослойные строительные панели с ультрафиолетовой печатью. Новое направление автоматической линии заработало на этой неделе. Дома по такой технологии возводят за 14 дней. Предприятие станет одним из первых резидентов особой экономической зоны с рабочим названием «Владимир», которую планируется создать на западе 33-го региона. В рамках программы импортозамещения здесь развернут производство теплообменников, внутрипольных конвекторов, стальных коллекторов. Михаил Мишустин пообещал, что поддержит проект. «Вот говорю абсолютно откровенно, вы меня убедили. То, что мы сегодня увидели, я буду лично поддерживать, поэтому нужно конкретную заявку правильно оформить и подать ее, я думаю, особой экономической зоне здесь быть». В компании «Руссклимат» уверена Владимирск область конкурентоспособный и экономически сильный регион. Это территория реализации возможностей для бизнеса и молодых специалистов. Совместно с администрацией региона холдинг намерен и далее заниматься реализацией социально значимых и перспективных экономических проектов, решением задач по улучшению жизни в области, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Мария Платонюк, Никита Тарбеев, Илья Хлудов, Вести Владимир. Премьер отправился в промышленный технопарк «Иксел». В городе Киржач Мишустину показали участки роботизированной штамповки, автоматической линии в порошковой покраске, сборочных линий тепловой техники. А на выставке готовой продукции резидентов технопарка глава правительства оценил дизайн тепловых радиаторов. В среду Михаил Мишустин был с рабочей поездкой во Владимирской области, где сейчас создается особая экономическая зона. Премьер посетил промышленный технопарк «Иксел» и обсудил с резидентами тонкости импортозамещения. Есть критически важные запчасти, которые, к сожалению, сейчас вот они импортные. Инвестиции в такие производства сейчас очень большие. Какие меры поддержки могут быть дополнительные? Это вас подговорил Мантуров этот вопрос? Ни в коем случае! Президент сказал на Санкт-Петербургском экономическом форуме о том, что мы на сегодняшний день должны сформировать три, скажем так, ключевых направления в стимулировании инвестиций, в том числе наукоемкое, в сложное производство. Первое – это гарантированный спрос. Согласны с этим? Это самое важное. Обязательно. Второе – это финансирование непрерывное, как процессы проектирования, так и до выпуска в течение 7-10 лет. Далее – это блок, связанный с превенциальными налоговыми режимами. Это три вида льгот. Ну и, наконец, специальный режим администрированный. Тогда нет никаких проверок, ни выездных проверок, есть только мотивационное мнение налоговой службы, либо рулинги, в случае, если есть вопросы. Чтобы не было никаких помех и административной нагрузки на тех, кто вкладывает огромные средства и создаёт высокую технологию.